Библейский портал экзегет.ру представляет Но, смотрите, мы с вами читали о нечистоте разной, о нечистоте, связанной с кожными заболеваниями, с всякими органическими и даже неорганическими предметами. Но если у нас кожные заболевания по части венерологических диспансеров, кожно-венерологических, то, соответственно, вторая часть, относящаяся к их компетенции, будет про венерологические заболевания. Уж извините. Почему это нужно в Библии? Ну, потому что вот книга Левита, она предполагает эти правила чистоты и нечистоты, довольно развернутые, и нечистота в том числе включает в себя подобный род заболевания. Нужно оградить людей от распространения этой заразы. Господь сказал Моисею Арону, «Возвестите сынам Израилева, мужчина, который страдает выделениями из члена, нечист. Всякое выделение, течет ли из члена непрерывно или с задержками, делает мужчину нечистым. Постель, где лежал мужчина, страдающий выделениями, нечиста, то, на чем он сидел, тоже нечиста. Кто прикоснется к его постели, должен будет постирать свою одежду и омыться, и останется нечистым до вечера. Кто посидит на том, на чем сидел страдающий выделениями мужчина, должен будет постирать свою одежду и омыться, и останется нечистым до вечера. Кто прикоснется к телу такого мужчины, должен будет постирать свою одежду и омыться, и останется нечистым до вечера. Если такой мужчина плюнет в того, кто чист, то должен будет постирать свою одежду и омыться, и останется нечистым до вечера Кто, на чем такой мужчина сидел верхом, нечистый Если какая-то вещь была под ним, то всякий, кто к ней прикоснется, останется нечистым до вечера А кто поднимет ее, должен будет постирать свою одежду и омыться, и останется нечистым до вечера Если страдающий выделениями мужчина прикоснется к другому человеку, не вымыв руки Тот должен будет постирать свою одежду и омыться, и останется нечистым до вечера Если такой мужчина прикоснулся к глиняному сосуду, сосуд надо разбить, а если это была деревянная вещь, ее надо вымыть. Ну, то есть, понятно, соблюдайте гигиену. Любой контакт с подобным родом больным, он предполагает необходимость помыться и до вечера ни с кем не контактировать, чтобы не распространять заразу. Однако бывает, что и тут выздоравливает человек. Когда мужчина, страдающий выделением мечт-члена, выздоровеет, пусть он, отсчитав после этого 7 дней, постирает одежду, ломоется в проточной воде и будет чист. Проточная вода, кстати, важный признак очищения, потому что застойная вода на эту заразу распространяет, проточная ее уносит. А на восьмой день пусть он возьмет двух горлиц или двух голубей и станет пред Господом у входа в шестер встречи и отдаст птиц священнику. То же самое, вот обряды, как у нас были, обряды очищения после выздоровления. Священник должен принести птиц в жертву, одну как очистительную жертву, а другую как всесожжение. Так священник пред Господом совершит над ним обряд искупления, очистив его от нечистоты в выделении. Ну, естественно, идет речь про ситуацию, когда он уже выздоровел. Однако бывают и такие истечения, которые вполне физиологичны. Что с ними? Ну, они тоже его делают нечистым, но до вечера. То есть это состояние временной нечистоты. Нам кажется, зачем, если они вполне физиологичны. Но, смотрите, вот любые обряды перехода, любые обряды, связанные с, скажем так, жизнью и смертью, да, и зачатие тоже обряд связанной, ситуация связанная с жизнью, они порождают, ну, вот такую паузу. Не чистота, не как грех, но скорее как пауза в том, что нужно здесь остановиться. Мужчина, у которого излилось семя, должен омыть все тело и останется нечистым до вечера. Всякая ткань или вещи с кожи, на которую излилось семя, должно быть постиранной и останется нечистой до вечера. Ну, тоже довольно логичные гигиенические правила. То же самое касается и женщины, с которой мужчина лег и излил семя. Оба должны омыться и останутся нечистыми до вечера. Про мужчин все, дальше про женщин. Тоже, наверное, догадываетесь о чем. Женщина, у которой месячные, истечение крови из тела, будет нечистая из-за своих месячных семь дней. Кто прикоснется с ней, останется нечистым до вечера. Кстати, как правило, это универсальное в разных культурах требование. То, на чем она лежала во время месячных нечистых, то, на чем она сидела, тоже нечисто. Помните, кстати, вот в книге «Бытия» Рахиль, она украла башков своего отца Лавана. И когда он приходит к ней в шатюр, чтобы обыскать, она сидит и говорит «Я нечиста». А сидит она на верблюжьем седле, под которым спрятаны как раз эти башки. И он ничего не трогает, потому что это будет нечистотой для него тоже. А кто прикоснется к ее постели, должен будет постирать свою одежду и омыться, и останется нечистым до вечера. Кто прикоснется к тому, на чем она сидела, должен будет постирать свою одежду и омыться, и останется нечистым до вечера. Если некая вещь находится на постели такой женщины или то, на чем она сидит, то, прикоснувшись к этой вещи, будет нечистым до вечера. Если мужчина лежит с такой женщиной, то ее нечистота, вызванная месячными, перейдет на него, он будет нечистым 7 дней, и постель его тоже будет нечиста. Ну вот, не буду комментировать, я, извините, не гинеколог, но обратим внимание, что правила о чистоте и нечистоте довольно строгие, соблюдаются неукоснительно в теории. Но это физиологичная вещь, это нормальная, а бывает так, что ненормально. Если у женщины много дней течет кровь не во время месячных, или кровотечение продолжается дольше, чем месячные, то все время, пока длится кровотечение, она нечиста, как при месячных. Постель, где она лежит, пока у нее длится кровотечение, нечиста, как ее постель во время месячных. То на чем она сидит нечиста, как во время ее месячных? Прикоснувшись к такой вещи нечист, он должен постирать свою одежду и омыться, и останется нечистым до вечера. Напомню, в Новом Завете, в Евангелии, история о женщине, страдающей кровотечением, которая прикоснулась к Иисусу, да, тем самым она его осквернила, и это было довольно смелым с ее стороны действием. И то, что он ее не упрекнул, а даже одобрил, ободрил, это довольно радикальное решение для той культуры. Когда кровотечение прекратится, женщина должна отчитать 7 дней, и после этого будет чисто. Ну, то есть, вот такой санитарный срок. Да, вот всюду в ситуации сомнительной создается такой санитарный кордон, либо в пространстве, либо во времени, либо в том, в другом сразу. Как, собственно, и сегодня при эпидемиях. А на восьмой день, пусть она возьмет двух горлиц или двух голубей и придет к священнику, ко входу в шатер встречи. Вновь эта история про обряд очищения после того, как нечистота завершена. Священник должен принести птиц в жертву. Одно, как очистительную жертву, другую, как всесожжение. Так священник пред Господом совершит искупление этой женщины, очистив ее от нечистоты выделений. И общий комментарий. Охраняйте сынов Израилевых от нечистоты, иначе они умрут, ибо осквернят своей нечистотой мою скинью, пребывающую среди них. Казалось бы, какая разница в физиологические всякие вещи, которые происходят с людьми, разве они оскверняют Бога? Но вот это требование чистоты, оно распространяется вплоть до таких, казалось бы, мелочных, второстепенных, но для библейских авторов важных вещей. Вот человек в своей полноте не только выше пояса, но и ниже, он должен соблюдать определенные правила. Это правило для страдающих выделениями, для мужчины, у которого излилось семя так, что он стал нечист, для женщины, у которой месячный, для всех мужчин и женщин, страдающих выделениями, а также для мужчины, который лег с нечистой женщиной. Ну вот обряд про очищение, как раз для таких людей. Фух, проскочили эту главу, следующий будет поинтереснее, 16-й там про такое глобальное очищение.